Берлуте и Стефано Ричи в лакшери-стор. Привет, я Лера, и это наш лакшери-влог. Сегодня я познакомлю вас с представителями эксклюзивных брендов, которые представлены в галерее бутиков лакшери-стор. Берлуте – это клуб любителей обуви. Такие мужчины! В преддверии Нового года я в очередной раз вас приглашаю подписаться на наш YouTube-канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте о колокольчике, который всегда вам расскажет о нашем новом влоге. Французский бренд Берлуте в гостях у лакшери-стор. Уже второй день лакшери-стор проходит ивент, и к нам приехали итальянцы. Сегодня я вас познакомлю с невероятным волшебником французского бренда Берлуте, колористом, и он расскажет о некоторых тонкостях работы и как это все происходит. Вадим, пожалуйста, расскажи в трех словах, как это волшебство происходит на самом деле. Изначально мы снимаем цвет, который был сделан уже, то есть доходим до серой базы, либо до коричневой, что мы покажем потом, и наносим новый цвет, как можно констатировать, здесь синий. Например, мы переходим с темных на холодные цвета и с коричневого на теплые цвета. Используем мы краски из натуральных масл, то есть масла все достаточно натуральное, не химическое. То есть все вот, если, допустим, у нас темный оттенок, мы можем сделать из него только темный оттенок, в коричневый мы его перевести уже не можем. Вот именно с коричневого, например, мы переходим в красный, в теплый, именно яркие цвета можно получить. То есть это как бы палета цветов, то есть из синего не получится зеленый. Это как какие-то монохромные сочетания, то есть от самого самого темного, как в градации цвета. А ты можешь нам показать поближе, как этот цвет меняется? Или это такой период, нужен долгий период? Это достаточно долгий период, это где-то на одну пару обуви уходит, если снимать цвет с сушкой и перекраской, часа три. Часа три на один ботинок? На пару. На пару. А если сумка? Если сумка уже делается. Я видела, вы уже какую-то сумку сделаете, ты можешь нам показать, как это выглядит? Она еще не сделала, но она начинает. Покажи нам, как это все. Она еще даже и началась. Потому что это невероятно, потому что я никогда об этом не слышала и тем более никогда это не видела воочию, так скажем. То есть она изначально темно-синяя, черная. А мы из нее какой хотите получить? Будет оранжевый. Оранжевый? Да. И также можно это переделывать не раз. Расскажи еще про портмоне. Вот про то, которое стоит у нас уже на витрине. Я знаю, что над ним уже поработали. Да, изначально он был коричневый. То есть вот такой цвет? Вот это мы и снимаем цвет. И получается... Снимаем цвет, это как-то называется, Вадим? Ну да. Скажи, как-то называется. На французском это декапаж. А на русском просто снять ее цвет. То есть смотрите, из коричневого, который такой неоднозначный, мы можем перейти в такой светлый цвет. Это изначально. Вот это база. На нее уже накладывается вот так. Потом накладывается уже любой другой. А, вот этот вот принт, вот этот вот. Это скрытое, это официальная визитка Перлуте. Но изначально они все гладкие, потом накладываются... Нет, это бывает две разные модели. Так. То есть либо они уже расписные, но это изначально они уже, когда приготовки, то есть изначально, когда готовится продукт, это примтуется, то есть лазерем, как бы выписывается, и потом уже делается сам продукт. А здесь текст всегда один и тот же, либо здесь... Да, это был куплен, выкуплен, но это в старый французский 18 века. А если клиент захочет, чтобы здесь был текст, который он придумал? Это уже спецзаказы, да. То есть вы такие спецзаказы тоже делаете? Да, это уже спецзаказы, это уже дольше, занимает времени это уже. Под клиентом можно всегда подстроиться, так как все сделано вручную. Так, ну и чтобы тебя уже совсем сильно не отвлекать, ты сказал, что краски все состоят из натуральных ингредиентов. Я слышала из овощей вообще. Ну да, там база овощей. Выпотреблять в пищу их не надо, но они не токсичны и абсолютно безвредны, да? Что делает французский бренд Berluti и почему мы говорим о нем как об эксклюзивном бренде, потому что все аксессуары, вся обувь – это отдельные индивидуальные заказы. Вот этот вот, я не знаю, волшебник Вадим как раз этим и занимается. А сейчас мы познакомим вас с представителями итальянского бренда Стефано Ричи, которые эксклюзивно для лакшери-стор приехали к нам осуществить индивидуальный паши для наших любимых клиентов. Вообще сегодня невероятный день для меня. Посетила французский бренд Berluti. Такие мужчины, просто море эмоций. Невероятное преображение обувь одного цвета стало другим. И сейчас я в итальянском бренде Стефано Ричи и Паула, представитель этого бренда, немного расскажет и презентует новый лук. Извих нового лукбука. Паула, пожалуйста. Великолепно, всем. Мы рады, чтобы здесь быть в Низлиновгород, чтобы презентировать наш новый коллекционер «Спринг-суммер-19» и для этого эксклюзивного тренд-шоу в этой красивой городе. Мы здесь, чтобы привести наши инструменты, чтобы презентировать и помогать клиентов выбрать лучшую идею для их покупать. Для них, особенно, мы работаем на французском бренде, с нашей большой коллекционер «Спринг-суммер-19». У нас много французского бренда, которые принадлежат от вечера, до вечера, до вечера, для каждого дня. У нас много французского бренда, для всех возможных вкусов. Мы, особенно, хотим презентировать этот лук, который является одним из главных коллекционеров. Мы презентим, с этой эксклюзивной французской области, кашмир и силик, 240 грамм. Вы можете выбрать эту эксклюзивную французскую область, и вы можете выбрать эту красивую французскую область. И вы можете выбрать эту эксклюзивную французскую область, и вы можете выбрать эту эксклюзивную французскую область. Вы хотите для себя, и он будет единственной эксклюзивной в своем роде. Thank you, Paolo! Thank you very much! Thank you, everybody! И не забывайте, что все вещи эксклюзивных брендов, представленных в галереи бутиков Luxury Store, вы можете приобрести в нашем интернет-бутике. А на сегодня у меня все. Мой лакшери поцелуй для вас! Продолжение следует...